Добрый день! Сегодня мы свяжем очень простую очень эффективную плавучую поделочку и для ее создания нам с вами понадобится очень немного материалов конечно нам понадобится крючок вот я использую серию сухих крючков тимси 100 понадобится оленей мех волосатая куриная перышко из такого вот седла или попроще и дабинг для сухих мушек приступим нитку я использую у нитрит 6.0 она очень хорошо подходит для вязания мушек из оленевого волоса не перерезает этот волос отрезаем небольшой кусочек оленевого меха удаляем подшерстку выравниваем кончики меха ступки у нас получился вот такой пучочек и мы подравниваем кончики таким образом закрепляем этот пучочек на серия крючка начинаем формировать из него хвостик и начинаем формировать из него и 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 так и и и так и так и Берем немного деббинга. Закрепляем пирог для формирования ножек и отрезаем второй пучок меха. Очищаем его от подшерстка и выравниваем ступки. Отмеряем необходимую длину. Продолжение следует... Берем немного деббинга, скручиваем деббинговую нить. И поднимаем будущее крыло. Продолжение следует... Формируем торокс. Наматываем ножки. Закрепляем пирог. И удаляем лишнее. Теперь разводим бородки пера назад и отделяем с помощью иголочки ту часть пучка, которая с лишними... с толстыми волосками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова теперь лаком покрываем торцы обрезанных оленях волос это сделать ножку более защищенной от намокания и улучшит ее эксплуатационные качества капельку лака наносим на последние витки на крайние витки нити на хвосте теперь нам остается сметируйте кончики на хвосте покрываем место среза лаком все вот такая паденочка готова она очень плавучая и очень устойчиво к рыбьим зубам достаточно устойчиво и такая паденка очень хорошо как бы это можно легко проверить правильно ли она связана подкинуть ее и она всегда упадет на ладонь или на водную поверхность вниз крючком удачи вам и и мы мы и мы и